У меня с самого рождения было неидеальное зрение, и когда мне кто-то говорил, ты видишь надпись, я говорю, нет, ты видишь. Для меня было непонятно, как люди могут видеть какие-то вещи, допустим, даже номер маршрутки, когда она едет, и ты просто не видишь. Ты даже не знаешь, что другие могут это видеть. Тебе кажется, ну, это нормально, то есть, как бы, так как вижу я, мне удобно, мне комфортно. То есть, ну, в школе, в институте, на доске ты фотографируешь, с телефона пишешь, и ты не знаешь, что, ну, как бы, люди другие сидят на задних партах, а когда ты сидишь на первой, они видят задние парты, все, и если они ведут в другой кабинет, они будут все видеть, а ты смотришь, и ты не понимаешь, как это. И вот, у меня исполняется 18, вопрос о лазерной коллекции стоит ребром, потому что уже можно, осталось только решиться. Наступает день операции, мы приходим с мамой, ее мама переживает, все там сидит, ее вот так вот трясет, она говорит, я надеюсь, все будет хорошо. В итоге я захожу, сажусь, сначала первые минут 10 страх, когда капают глаза, ты сидишь с закрытыми глазами, думаешь, вот, а вдруг это будет так, а вдруг что-то пойдет не так. Проходит время, тебе становится скучно, начинаешь слышать просто, как зовут других людей, как выходят другие люди, говорят, потрясающе, просто безболезненно. Ты успокаиваешься, проходишь в предоперационную, ждешь своей очереди, наступает момент, когда заходишь ты в эту операционную, и просто это 10 минут вот таких событий, ты ничего не понимаешь, ничего не чувствуешь, никакой боли, ну, ты как бы видишь, что такое лаунг, то есть направляется препарат на тебя, какие-то звуки, разговор врачей, хирургов, и все. Он говорит, другой глаз, то же самое с другим глазом, все, поднимайтесь медленно, аккуратно, без резких движений, ты встаешь, открываешь глаза, и нормально все. И ты видишь, и тебе не больно, и ты не ослеп, как все думают, абсолютно безболезненно, абсолютно даже бесчувственно, я бы сказала, потому что, ну, естественно, ты как бы осознаешь, что что-то тебя что-то касается, что-то происходит, но ты этого не чувствуешь. В итоге, в течение 4 часов после операции я отходила, то есть, как бы, я, там, приехала домой, поспала, и вот, как бы, я уже нормально могу открыть глаза, как бы, полноценно оценить мир, и просто я живу на самом этаже, я обожаю закат, я их постоянно фотографировала, и тут я выхожу, как раз закат. Я вижу, я вижу это яркое оранжевое небо, то есть, я как бы всегда видела его таким, но тут я вижу настолько все вот четко в таких деталях, в таких, я вижу людей, не муравьи, не муравьи бегают внизу, а люди, я вижу машины, вот мне казалось то, что сейчас еще чуть-чуть, и увижу номер машины, которая через 10 километров едет. Я помню, записала маме голосовое, я расплакалась, я правда расплакалась, потому что я не знала, что я так могу видеть, ну, единственное, что я хотела сказать, это спасибо моему хирургу, потому что я не знала, я реально не знала, что я могу видеть так, что я могу посмотреть и увидеть. Это, на самом деле, потрясающе видеть мир, ярко, красиво, это, ты не напрягаешь глаза, когда смотришь куда-то вдаль, ты просто видишь, то есть, ты просто видишь, и тебе, ты думаешь, а я раньше не видел, правда? Я смотрю фильм, думаю, а качество всегда такое хорошее было? Или у нас интернет лучше стал, или Full HD включилось? Мне говорят, да, Full HD, вот здесь. Вот, ну и хочу подытожить тем, что прошел уже месяц, и у меня как было 100% с первого дня после операции, так до сих пор они сохранились, и мне очень приятно видеть все, понимать то, что я вижу лучше многих людей.